Добрый день. Добрый день. Спасибо. Мелисса, мы добавим больше соли. Вени. Мелисса, мы добавим больше соли. 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 Дорогая Настасья Филипповна, бонжорно. Вы представляете в этом баре, это пастичерея кондитерская, 1,50 кофе у бара, у стойки. Я в шоке. Но вкусный кофе. А фрители большие с кремом? Два с чем-то. Потому что римлянин любит с большими, ой, большие фрители, не маленькие. Ой, девчонки, вчера пошли в эту мясную лавку. Тоже называется Begin, как парфюмерия, где я покупаю кремы. Зара, пицца кавур. У меня было 10 минут перед работой, чтобы перекусить. В общем, мясная лавка, все такое вкусное, все. Гастрономия, они все сами делают. Одна семья, братья, сестры, папа, мама. Короче, все работают вместе. У них, конечно, все дорого, но очень вкусно. Они сами, у них там своя кухня есть. Мы накупили все вот вегетарианское. Ой, смотрю, трамвай уехал, да? Все вегетарианское, всякие салаты, всякие эти с брокколями, пульпетты, котлеты, да? Из вердуры, из всякой там брюссельской капусты. Такая вкуснятина. Оказалось и... Я должна в ту, а в обратную сторону уехать. Этот трамвай едет на вокзал. И русский... Инсалата Русса называется у них Оливье в Италии. Почему-то. Такая вкуснятина была. Марка говорит, что они майонез тоже сами делают. Не индустриальный майонез. В общем... Ой, какой дубак морозный. Прямо так вкусно поели дома и посмотрели Гранда Фрателло. Марка любит все эти итальянские программы, реалити-шоу смотреть. Я вообще телевизор не смотрела, смотрела только новости. С ним я смотрю. Я легла спать в час тридцать ночи. В шесть пятьдесят проснулась. И вот бегу сейчас на работу к девяти часам. Вот такие вот дела. Никуда я не пропала. Проведу этот уикенд тоже с Мелиссой, потому что... Как ее... Двенадцать февраля же у меня день рождения. Уже пятьдесят шесть лет исполнится. И, как всегда, Мелисса мне споет Тантео Гури Нонна. Как она пела в прошлом году. Тантео Гури Нонна. С днем рождения, бабушка. На следующей неделе как-нибудь схожу... Съезжу в Венецию. Может быть, даже съезжу в горы. Посмотрим. К воскресенью должно потеплеть. Завтра, послезавтра должно потеплеть. А сейчас мороз такой, руки уже. Всем здоровья и добра. Вот и трамвай мой приехал. Я сегодня так насиделась на солнышке. На Пратта-Далавале. Прямо весна, весна сегодня. Наконец-то нету этого холодного воздуха. Морозного. Такой ребеночек. Девочка, по-моему, все время подходит ко мне и все время говорит чао-чао. Сан-Джустина. Боже, это самое горячее место. Самое горячее место. Теплое на Пратта-Далавале. В общем, какие еще новости? новости такие, что даже не знаю, что-то даже и на разговоры не тянет в последнее время. Особо новостей нет. Ой, девчонка уже лезет на меня. А я боюсь детских этих... Хорошенький ребёночек, но я боюсь детских вирусов. Они же без конца дети болеют. Даже решила, что буду редко встречаться со своей внучкой, чтобы без конца не болеть. А то такие иммунитет можно потереть. А насчёт того, что Таня Мартин написала про червей всяких, потому что в Италию привезли всяких там кузнечиков, червей, и из них делают муку. И из этой муки потом пекут печенье и делают макароны, пасту. Я была в шоке. Я посмотрела новости. Я вначале не могла понять, о чём идёт речь в комментариях. А потом на следующий день где-то или через день показывали новости, что оказывается теперь вот так вот в Италии выращивают даже вот этих всяких тараканов, кузнечиков, там, не знаю, насекомых. Потом их морозят, они там умирают в морозе в холодильнике, а потом их вот так вот мелют, как мельницы. Из них муку делают, вы представляете? Они, оказывается, очень полезны для здоровья гуманоидов, потому что там есть протеины, какие-то очень такие хорошие протеины. Но я бы ни за что на свете всё равно даже ради протеинов не стала бы их есть. Я потом шучу с римлянином, говорю, теперь надо всегда смотреть ингредиенты печенья и пасты, чтобы там не было тараканов в составе, муки из тараканов, из насекомых. А потом сказали, что будут ещё в Италии до 2030 года выращивать синтетическое мясо. Вы представляете? Работают научные эти, как называется, научно работают над тем, как делать. Или уже делают, да, уже делают эти синтетические, уже делают это синтетическое мясо. Будет конкуренция мясным лавкам, будет конкуренция мочеля, мочелерея. Вчера мы смеялись, шутили на эту тему с мясником в этом бегине, который в Тиола. Говорю, скоро у вас будут конкуренты, и люди начнут есть мясо синтетическое. Но 2030 год – это рядом, это сейчас какой год? 2023 год. 2030 год, получается, через 7 лет, что ли? Я правильно считаю? И это... Вот такие вот новости. Теперь-то я поняла, о чём писала. И в программе Ле Йен показывали тоже, да, вот показывали про это. Про эту муку из насекомых, толчёную муку. Вот такие вот у нас в Европе новости в Италии. Всем здоровья и добра! Продолжение следует...